Один из самых древних, самых старых праздников православного мира, крещения. Дорогие наши телезрители, уже на носу, если можно так выразиться. Осталось до него всего несколько дней. И о технике безопасности, о местах, которые предусмотрены для купания в эти дни, в этот день. Мы сейчас и поговорим с нашим гостем. А сегодня к нам пришел, это утро вместе с нами встречает Владимир Мельников, заместитель начальника государственного казенного учреждения Республики Крым. Крым спас. Доброе утро. Доброе утро. Вот теперь рассказывайте, выкладывайте все как на духу. Где оборудованы специальные места для купания на крещение? Ну, по нашей информации, по состоянию на 8 часов утра сегодняшнего дня, обнародовано 46 мест для купания. Полный список, но перечислять смысла здесь нет. Он есть на нашем сайте, выложен. То есть можно его скачать, посмотреть. Места эти определены или какими-нибудь собственниками земельных участков, водоемов, или муниципалитетами, что это в большинстве своем есть. Как правило, это в городах, в прибрежных городах, это центральные набережные. Топловский монастырь, как обычно стандартно, Марсовое озеро в Скалистом, глубокое, чистое, хорошее. И в большей части, на всех этих местах будут обеспечивать дежурство спасатели, работники медицинской помощи и полиции. То есть можно, например, приехать в Ялту или в Керчь, выйти на набережную, искупаться, и сотрудники спасательной службы будут наблюдать за всем происходящим действием. Или в каком-то определенном месте стоит купаться, а в каком-то определенном месте лучше воздержаться. Как понять, что именно это место годится для того, чтобы окунуться на Крещение? Во-первых, я думаю, что вы это увидите по количеству людей. Во-вторых, как правило, все места, которые предназначены для купания, они оборудуются. Ну вот, скажем так, к сожалению, или к счастью, мы по климатическим условиям уже приближаемся непосредственно к первоисточнику, к Иордану, когда было 20 градусов тепла, температура воды. У нас пока только где-то в пределах 60 градусов. Поэтому льда у нас нету, проруби делать нам не в чем. Поэтому чаще всего в наших условиях омоление происходит именно с берега. Но если на берегу моря, например, на набережную, там пляжи более-менее оборудованы, можно там зайти, то всякие водоемы пресные, которые есть, я упомянул, там Марсовы, с земляными глинистыми берегами, они, конечно, чреваты. Там должны устанавливаться помосты. Помост с поручнем, чтобы можно было легко зайти. Но это, опять же, на совести устроителей и тот, кто отвечает, организовывает эти мероприятия, но наша задача, если все-таки произошло что-то, то оказать эту помощь, чтобы человек мог спокойно и безопасно выйти. Давайте поговорим о технических средствах, о людях. Как будет происходить контроль безопасности? К нам часто обращаются и говорят, готовы ваши водолазы. Да, наши спасатели-водолазы, они готовы всегда, но просто хочется отметить, что в данной ситуации нужны не водолазы. В данной ситуации нужны матросы-спасатели. То есть это водолазы, когда требуется помощь водолазу, это все уже плохо. Матрос-спасатель, он готов прийти и оказать помощь именно на первых этапах. Поэтому в большей степени это должны быть матросы-спасатели. У них должны быть средства для того, чтобы оказать помощь для выхода, как я сказал. Это спасательный круг, чтобы удержать человека на плаву, если есть необходимость. Это так называемые концы Александрова. Это просто веревочный конец, веревка, которую бросают, чтобы человек мог взяться и вытянуться. Обычно проблема на берегу возникает, на броском берегу возникает из-за того, что существует накат. Если штиль, вопросов нет. Если небольшой накат уже 2-3 балла, человек может просто мешать ему выйти. А при низкой температуре воды, ну это уже чревато как бы для здоровья. Скажите, есть ли какие-либо статистические данные? Часто ли случается так, что ситуация выходит из-под контроля? Какие-нибудь ситуации? Я говорю о ситуациях, когда люди так или иначе могли получить травмы. Ну, скажем, по нашей статистике, наша организация существует 5 лет, то есть мы уже пятый год обеспечиваем крещение, праздник безопасности. Вот по нашей статистике серьезных происшествий не было в тех местах, где мы работали. По информации, как бы собранной от наших коллег, можно считать, что есть, случаются, но это исключительно только из-за медицинских противопоказаний. Человек пренебрег рекомендацией медиков и при наличии хронических заболеваний, сердечно-сосудистых, полез в холодную воду. Ну, это опять же, это характерно для тех мест, где проруби, где очень резкий перепад температуры. У нас все-таки температура, я еще раз повторю, градусов на 10 выше, чем нужно. Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, а если человек полез в воду, где нет специального оборудованного места для того, чтобы покупаться, что и вот ему, например, его схватила судорога, да, или что-то еще случается. Расскажите, что, допустим, делать в таких ситуациях и чего не делать, например, для того, чтобы было еще хуже. Ну, давайте начнем с того, чего не делать. Во-первых, не надо купаться в необорудованных местах, тем более в одиночку. Во-вторых, внимательно отнестись к своему здоровью, потому что медики запрещают, ну, как запрещают, каждый волен распоряжаться своим здоровьем, как ему вздумается. Медики не рекомендуют совершать такие омовения людям сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания и какими-либо хроническими заболеваниями, потому что резкое сужение сосудов на теле может привести к спазмам различным, в том числе и к судорогам. Но все-таки тешим себя мыслью, что немного людей, которые в холодной воде готовы зайти и поплавать там больше двух минут, вот, большая часть людей все-таки заходит и делают по классике тройное погружение, да, там, омовение и выходят, да. Здесь, как бы, риск сводится к минимуму, вот, но если уже в режиме, там, плавания, как у вас свело ногу, там, то первое, самое главное правило, не паниковать нигде, да. Второе, звать на помощь, но это опять к тому, что в одиночку не надо купаться, чтобы вам было кому прийти на помощь, было кого позвать. Вот, ну и в-третьих, как бы, попытаться сделать некие действия с сведенной конечностью для того, чтобы вывести из состояния судороги мышцу. Вот, потянуть, помять, помассировать, да, но это опять же нужно самообладание, потому что... Владимир Анатольевич, будем надеяться, что до этого все-таки 19 января в праздник крещения не дойдет. Вот, будем надеяться на сознательность наших граждан, крымчан, и отнеситесь, пожалуйста, к этой теме очень серьезно для того, чтобы все-таки праздник праздновать, отметить по всем канонам. Ну, и нашим телезрителям хочу напомнить, что это утро вместе с нами встречал Владимир Мельников, заместитель начальника государственного казенного учреждения Республики Крым. Крым спас, но наш эфир продолжается, и прямо сейчас мы посмотрим репортаж о гончарном деле. Репортаж о гончарном деле.